всем привет продолжаем проходить вангор бандит нас тут стычка очередная нетерпением ждал твое прибытие я вижу что у тебя камень грация мне было легко нелегко вырвать этот камень из рук диона и его торговцев притбастин и сюда что не хочешь хочет его сочи никогда не заключить с тобой союз рад как а я не ожидал этого мне было хотелось получить его или тебя послушать этот голос представь как будет дрожать твой голос спрошусь меня с ультрапушкой таким человеком который может управлять и я стану властителем всего континента я буду уметь наглую возможность сотрать сотреть стереть наглую улыбку с лица фоктора как на вот чудесный основа великим правителем все короли будут лежать моих ног это будет сам большой гарем за всю историю он наверно болен сомневаюсь ладно хоть болтать убейте все кроме лица бастиана папа что ты делаешь а моя прекрасная дочь на на что с ней что тебе сделали ты . герцога радко то знаю что ты злишься на меня бастиан извини меня и я не сказал тебе об этом я знала что ты сражаешься с моим папой я не хотела говорить тебе что я его дочь так как ты бы не взял меня с собой приц бастиан я не могу поверить что ты моя дочь я вырву тебя сердца до верности за не злым сам я расчиню тебя и выкину кусок твое тело улице маскала я вырву язык тому кто хоть раз произнес твое имя я вызову силы зла чтобы они с открыли твою душу и крыжа и пил человек который творит зло не имеет права жаловаться когда зло творится над ними интересная массив басим жаротко потерял рассудок люб тебе не забрать с собой девушку пока будет держаться если сомневаюсь что он послушает тебя пока у меня есть чувство я не смогу быть жестоким я хочу вернуть и рад как он на на ты предложить своему отцу он любит тебя нельзя разлучать близких я надеюсь что вы все не ощутите боли разлуки с близким человеком пости что случится когда мы ее отдадим рад кота бастиан не нападет ли тогда он на нас возможно ты реалист не так ли бастиан он мне понравится он сказал возможно я знаю что ты не хочешь проиграть эту битву бастиан я ценю твою честь вашего существа не будет никакого преимущества на твое решение закон поле битвы не место для детей бастиан ты делаешь правильно я собираюсь вернуть тебе отцу хорошо надо обещай что ты не будешь сражаться с бастианом и его друзьями обещаю прекрасно она нам верим верим бастиан мне было сила с тобой поболтать может быть ты когда-нибудь еще вернешься в маскил прощай бастиан топ 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 все топ было моя любимаяи на она то должно быть так напугана синет в esquerda очень добр ко мне я не хочу чтобы то не взбился ты обещал хорошо на она пойдем домой слушайте внимать солдаты давишь камня пости она и камень гарать я так герцог ротка ты же мне обещал папа бастина и друзья надо они не такие уж и добрый они зло это неправда папа это же неправда прости меня басти я не удивляюсь тому что рад как обманывать свое собственное дитя я лишь тому что рад как такой бесчестный человек теперь мы знаем что за человек да вы изначально знали вот они идут нет вот они стоят тени пока никуда не хотят такс выстроим пока всех в линию будем ждать когда они собственно идут на нас о галвас 1 принимает на себя удар как и положено главному защитнику бастиана собственно вот как идеальный розовый копейщик не страшится врага дальше эндрю наступает битва повернулся я глушу вас игровах ну почти оглушил так эти к счастью далеко скорее все долго не смогут нам помочь ничего не поделаешь просто подводить их будем такс первая волна маспиловцев к нам приходит поэтому пока что заходить в спину я не хочу потому что там также в спину ударят за это а это будет неприятно ну зейра к счастью немного рушит планы врагов тем что нападает на них хотя бы не хочется ничего себе это видимо подножка его личная неплох неплох продолжаем по чуть-чуть ковырять вражеские атаки если не ошибаюсь то вот эти вот конкретно были когда-то у бандитов с которым мы сражались ну да да обещаю ну все басти он пошел в разнос ну я надеюсь я уже забыл что он надеется да вот оно о чем как говорится вообще речь ты смотри а боится страшного копейщика в общем ты правильно и делается с другой стороны так тут у нас рейна в своем страшнейшем атаке ух да удар не слабенький прикроем ей тылы так да на зеро отвлекаются это хорошо на самом деле пускай он там их развлекает он тому же сам уверен что вообще красавчик так тогда можно даже зайти в спину хотя не факт что зеро останется на месте скорее всего даже не останется все же шанс убить есть что Девлин и делает хотя для него это вообще шок контент чтобы Девлин и кого-то добил так а тут сколько больше 66 давайте на самом деле все таки в спину уже пойдем Эндрю в спину все таки нанесет больше собственно любой раны Галласа мы обычно и в спину бьем довольно слабенько так что же Барлоу у нас наступает на пятки врага но все таки он больше хотя бы носит урона да и опыта дали за обычный то удар попробуем вернуться не хочется Бастена получать урон фух и не получили ну давай Маспел ну один из них точно даст так 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 кто-то хочет получить люлей от королевы битвы враг справа вы представляете об этом вот вы где ух наваляло если противнику а не кучу какую-нибудь так обнимать их хотя бы до пяти и дальше в мощь идем рейна должна нагибать хоть у нас и эндрю появился но у нас будет два теперь нагибатора ну Галлас просто идеален его даже боятся ватве отбить а пореза не хватит? хватит ну отлично 99% Гвах вот я иду что? я уже победил? хм да так зайдем вот этому в спину так то есть 66% мало 61 еще меньше 72 ну давай Бастин 72 Аллилуйя аминь вот ты где да да действительно Бастин ты наконец-то видел врага и попал молодец тебя можно похвалить тебя можно похвалить ничего себе а зелья то отморозок еще тот напал на тех кто по сути то и пока не хотят с нами драться то есть он активирует все вторую волну врагов для нас ну что ж наверное спасибо ему хотя нет не спасибо спасибо еще тут гандон очень хороший воин да господи конечно просто сам пока про это не знает так ударил спину врагов тут уже намного намного немного о да есть шанс добить отлично время вам убирать ну быть таким опасным да да я же говорю арена у нас просто кильдер вражеских атаков зеря молодец другому спускали вот ему подарят огурец за то что он молодец угрец видит топора так зайду вырубаем побольше здоровья эй хиба гвах продолжает квакать его враги 83 процента ну давай да я в себя прям верю как никогда бру ай лай я не верил ха ха еще один труп ну что позитивный текст скажем так радоваться трупам да конечно так себе зерю все типа чуть-чуть наказывает но вообще по барабану с таким то уроном и и и Ганлан, почему ты здесь? Я его послал сюда по приказу Ион, чтобы помочь вам. Спасибо, у нас как раз не хватает людей, чтобы защитить замок Араба. И, наверное, Ион знал о том, он отличный стратег. Ты врёшь нам, Ганлан. И это уже не в первый раз. Лучше расскажи нам правду, Ганлан, быстро! Я не знаю, о чём ты говоришь. Я думаю, что не нужно более играть в шарады, не так ли? Это ты докладывал о моих действиях. Тогда он был бы ожидать именно этого отправителя Валуа. Я хочу заключить союз с Империей, но они требуют доказательств моей лояльности. Что доказательство это достать им камень Грати, а ключ кушили утропушки. Если я это сделаю, то даже великий Фолкнер будет доволен. Великий Фолкнер. Фолкнер? Ты упомянул это имя этого мерзавца? Не усложняй всё, Бастиан. Отдай мне Грати, и я оставлю тебя в живых. Он же Свинота. Да, именно тогда, когда... Один Дурачок на Зеере активировал вторую волну. Превосходно. Так, делаем строй. Барвелу придётся лично сражаться с этим. Потому что отойти от него уже нет никакого смысла. Нужно его пытаться добить. Отлично, Барвел. Я бы даже сказал великолепно, на самом деле. Даже не просто отлично. Даже великолепно. Так, давайте, Андрю, зайдём в спину, раз уж на то пошло. И ударим в эту самую спину. Почешем. Почесали. Тут же Бастиан стал жертвой. Попробую вернуться, Бастион. Это не больно. Ты врёшь. Так. Ну, Галвас, как защитник главный Бастиан, тут же он просто бежит по весь опор. Смотрите, а он защищает игру. Галвас у нас это просто страх. Человеческий. А значит, фильм со стеткой вам он. На самом деле, а не человек. Так, так, так. У нас что-то даже Девля на себя начинает показывать. Серьёзно, на королеву битву решил напасть? Дурачок. Или как? Куда ты попал? Я могу делать... Эй, на королеву битву... Вот, я же говорю. О чём речь? У нас доказательства. И левелапа. Тельства. Умение, оружие и... Нет. И мощь, само собой. Рейна должна доказывать. Ты смотри, эта скотина Ганван нападает на Зейру. Так, думал, что он подождёт немножко. А нет. На Зей, это бзды могут отвесить. Надеюсь, тут не нужно, чтобы он остался живым. Иначе это будет крайне неприятно. Нет слов, одни эмоции. Так, Бастин, выпадом добьёшь? Верю в тебя, что добьёшь. Конечно же верю. Чтоб я и не верил в Мастяна. Глупости какие-то. Так, королевские атаки предателей. Подходят к нам. Как раз тоже к ним подойдём. У нас уж на то пошло. Ну, неплохо, держи туда, неплохо. На Зейре скучно. Делать ничего не хочется. Ты смотри, на кого решил залупиться, а? Не на того, не на того напал. Вообще, ни разу не на того. Так, Рейна Королева Битвы. Что она будет у нас сделать? Давайте Эндрю поможем тогда. Парлоу там занято одним. И тут у нас тоже немного разделения идёт. Так, отлично. Ну, наверное, отлично. Если Парлоу добьёт. Я буду защищать мир и леденец. Победа даже лучше, чем леденец. Вот такие вот открытия. Not bad, not bad. Парлоу у нас повышает левелапы свои. Так, Эндрю добьём королевство. Чтоб поменьше на работе наступило. Всё, королевский атаку поддержим. Он даже побольше опыта смог получить. Ты смотри, а Рейну никто не боится. Но она при этом наказывать может всех. Ну что ж, тогда прилетит ответочка. Кусачо. Да, причём посильнее. О, отлично. Рейна просто за одну атаку получила сколько. Так, вообще, хорошо. Поднимаю ловкость и вот эти статы. Немножко кп-шку всё-таки надо. Так, не успел. Не успел. 58. Почему такая мало? Будет 9, 1 кп останется. Подножка. Ни о чём. 64. Давайте 64 попробуем. Конечно, Вера власти она велика. Велика. Я проиграл. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. А вот ещё один кусок грязи. Под ногтями твоими. Ну всё, Гальвас пойдёт, накажет Ганлана за то, что у них одинаковые имена, почти что. Я их постоянно путаю. Ого, хп-то сколько. Перекосило старичка у нас в самом шоке. Ну чё, давайте по барабану. В принципе, можно понять. Самое главное здесь напереждать, пока эти королевские атаки нас потрепают. В принципе, это и не даётся. Даже Рейна Королева Битвы уже там прилично хп потеряла. Супер мув от Зейры. Атака ни сбоку, ни спину, а в лицо. В лицо копьём. Неплохо. Как же они заколебали Рейном. Контр. С Контром она ещё больше потеряет. Попробуем вернуться. Отлично. Это несправедливо. Ты предатель вообще. Какая нахрен от справедливости, алё. Алё, как бы предал своего правителя и ещё тут чё-то выпендривается. Поганенькую империю решил перейти. Смотрите, наконец-то у барабану появилась хоть какая-то атака. Сильно понялись. На пофиг, что он промазал. Во! Маскеловцы чё-то заподозрили. Но они просто увидели, что Рейна Королева Битвы в шоке. Поняли, что это лучший шанс вступить в битву. Поджопник зей, редактор вернулся. Так что поджопник отменяется. Спартина. Бедный бастион продать будет. Ты смотри, вернулся. Чтобы бастион вернулся, это всё. Отныне этот день будет праздником в нашем королевстве, в нашей стране. Так, ещё 50 кп у него. Отлично, до 14 доведём. В принципе, Эндрю получает мало опыта, поэтому желательно добивать за других. Так, Бастиан. Добивай. Я в тебя верю, в тебя надеюсь. Аминь аллилуйя, пришёл твой конец. Описывать сам конец мы не будем. Ну всё. Усатому просто останется ещё два уса после этой атаки. И то... Смотри, Азире пофиг. Даже не добивает слабого. И что? Очевидно, в этом переводе ещё и подкрутили искусственный интеллект. По понятным, в общем-то, причинам. Что ж, Девлин тогда пускай идёт, Зейри помогает. Этим же займётся и Эндрю. Справа! Что? Не что, а Эндрю справа. Так, но королева битвы всё-таки... Серьёзно? Он рипнут королеву... Ё... Твоюшку... Твоюшку мать. Королеву битвы убили, прочь с моих глазах. Ты усатая заноза в ЖД. Предательская скотина. Посмотрите, что творит. Убил королеву битвы. Ну, теперь его усы пойдут на корм псам. Надеюсь, что его напугает. Так, что же баррелу когда нужен опыт? 43, да ты охренел. 52? 47, 52 тогда. Хотя, если шансы в 70%, то почти всегда промах. Тут про 52 даже говорить не буду. Так, но галвасу не нужно, это... Добивание. Ммм, да... Что делать? А если выпадом в себя ударить? Так, встанем спиной. Пускай это пусачь. А галвасу нападает. Так, ну а Сэмбу как истинный ниндзя. Просто тут дамажит всех. Чтоб косоруки и косоглазые попытались их добить, но не смогли. Чё, Зейра интересного придумал? Ничего. Его всё устраивает. Стоит себе, долбит в защиту. И ни на что не надеется, видимо. Да, добить бы Усана за Бастиана, но у него нет каких-то дальних атак. Ну что же, хотя бы Барлоу пускай тогда вот с этим разберётся. Отлично. Надеюсь, Усатый Барлоу не прикончен. Во! Опять, я понимаю, Барлоу вообще красопета. Так, хп-шку увеличим. И оружие до 6. Так, ну что же, Девлин, твой звёздный час. 62. Да иди ты. 46. Да что ж такое-то выпадет? 54. Удар на огонь. Девлин, вообще не верю. Сильный порез. 59. Подножка. Да. Парень. Счастливое число. Смотри, попал. Будь его проклято, это всё был я! Гвах! Слава богу, Девлин попал. Левел, конечно, не апнул, но да ладно. Всё же он добил. Гендри тут развлекается. Вообще здесь уже, в принципе, не нужен. Ганлон стоит, Маспилл стоит, Бастян подходит. Ну всё, с ноги. 34%, шучу. 52. Верю, верю. Охотно. Как я и верил и думал, Бастян, разумеется, попал. Барлоу следующий в очереди. Даже в спину те же проценты. Но всё-таки Барлоу вообще молодца. Добивает, добивает. Это хорошо. Я всю жизнь служил королевству, но я не получил то, что заслуживаю. Я думал, что император наградит меня и даст мне в руки безграничную волю. Власть. А теперь посмотрим, насколько ты силён, принц Бастян. Удачи тебе в борьбе против империи генерала Фолкнера. Удача потребует сатерия. Неужто мы усатого убили? То есть, короче говоря, он был обижен на то, что его заслуги типа не оценили. И поэтому решил предать надежду, что в Аферии предатели оценят. Ох, как же тупо усатый. Как же тупо. Видимо, усы доросли до мозга. Это была великая битва. Понятное дело, Бастян расстроен. Ого. Принцесса Садира. Сразу развеселила. Я пришла к тебе с миром, Бастиан. Я не хочу с тобой враждовать. Я надеюсь с тобой поговорить. Это будет полезно для тебя и меня. Важный разговорчик. Похоже, нас ждет. Это невероятно. Вы принц, королевство Форастия. Я ценю, что вы проделали столь долгий путь, чтобы подразнить меня, Садира. Вы не любите, когда вас дразнят, Бастиан. Кроме того, я здесь по очень важной причине. Вы здесь потому, что услышали об ультрастрелке. Правильно. Я здесь, чтобы выяснить, что Бастиан умирается делать с ним. Если его ответ неправильный, я сделаю все, что нужно, чтобы отвратить его пробуждение. Что? Должны знать, почему его Высочество требует солстрый стрелок. Его Высочество хочет остановить войну, которая опустошила обе наши нации, и объединить континент. Полагаю, что лучше было бы услышать, что Бастиан собирается делать. Ах. Я прошу извинения, Ваше Высочество, я слишком легко возбудился. Хе-хе-хе. Ничего, Галлас. Да, даже Бастиана смутило возбуждение. Ответьте на вопрос, Бастиан! Каковы Ваши намерения? Я не хочу ультрастрелка из-за силы и привилегий, которые он несет в себе. Я только хочу остановить бессмысленное убийство. Ультрастрелок позволит мне сделать это? С удовольствием отдам Вам ультрастрелок и управление по рулевствам. Неужели это так? М-м-м. Он или экстраординарный лгун, или экстраординарный молодой человек. Ну, то бишь, идиот. Ваше Высочество, Вы не можете отдавать ваше законное место трона Принцессе Империи. Хорошо, Бастиан. Я благодарю Вас за Ваш ответ. Это подразумевает, что Вы не собираетесь воевать с нами. Вы утверждаете, что Ваши намерения чисты. Не подразумеваете, что Вы... Не подразумевает, что Вы сдерживаете свое слово, Бастиан. Ваше происхождение дает Вам право быть невежливой, Принцесса Асадиро. Я понимаю. Я должен доказать мои намерения. Действиями, так же и словами Асадиро. И я это сделаю. Такая искренность в его голосе и глазах. Бастиан нравится всем девушкам. Кажется, что это была взаимно выгодная беседа, разве не так, пранко? Действительно так, Герцог Зейра. Было приятно для Вас видеть обоих, настало время нам разойтись, Бастиан. Берегите себя. Берегите себя, Асадиро. Я уверен, что мы скоро встретимся снова. Ну да. Что Вы думаете, Франко? Что Вы думаете, Принцесса? Я первая спросила. Я полагаю, что наши мысли сходятся. Походу, ему обоим нравится Бастиан. Он говорил правду. Вы слышали и видели это. Он желает мира в этом мире. Ну да. Отказываться от интересов моей собственной страны и своих интересов. Я чувствую легкое замешательство, Франко. У меня кружится голова. Принцесса. Да, Франко. Ваши глаза столь же честны, как и глаза Бастиана. Таковы же и ваши намерения. У-у-у. Ха-ха-ха. Мы должны сосредоточиться на своих собственных целях, как он на своих. Именно поэтому мы здесь, Принцесса. Спасибо за вашу мудрость, Франко. Я рад разделить ее с вами. Позвольте мне отбыть. Ха-ха-ха. Да. А ты оставайся здесь, на дороге. Ох, Ратко. Это невообразимо. Бастиан и Гратио. Оба ускользнули у меня из рук. Если бы я был еще злее, я бы разбил все хрупкие предметы в этом проклятом дворце. Я должен найти заходить Бастиан и Гратио, и их неограниченная мощь должна быть моя. Какой-то солдат. Извините меня, Герцег Ратко. Что еще? Бастиан разбил вашу армию и вернулся в замок Араба. Конечно вернулся. Что вы будете делать, Герцег Ратко? Я собираюсь собрать новую сильную, чем прежде. Я буду ждать удобного момента, чтобы ударить снова. Как будто Герцег Ратко это лучший момент, чтобы ударить. Что вы сделали? Апатитической жизни, Герцег Ратко, ты мне очень хорошо заплатили, чтобы я сделал это. Генерал Фолкнер хорошо платит убийцам. Фолкнер заказал меня, но почему? Вы просто жертва войне, Герцег Ратко, и Фолкнер выбрал вас на роль жертвы. Будь он проклят! Все. Папа! Фолкнер! Да. Страшный шок для Наны. Такое увидеть. Добро пожаловать назад, Дюк Зейра. Ты что-нибудь знал? Узнал от Дионы? Мы узнали, что Бастиан может управлять ультраоружием. И мы также узнали, что Ганнл работал над Дюка Раткото. Итак, твои подозрения о странном поведении Ганнл оправдались? Мне очень жаль. Я знал, что было время, когда ты считал его другом. Узнать, что он предал нас Империи не очень приятно. Теперь мы понимаем, почему Замок Араба так легко пал войскам Империи. Я должен был уделять больше внимания Омсты... Омсты... Он встретил бесчестную трудную судьбу. Скорее, смерть, наверное. Неважно, кому она принадлежит. Другу или врагу. Это трагедия. Нет никаких новостей, где может быть ультраоружие. Нет, Деря. Наши шпионы продолжают прочесывать Континент Лера. Сгадки. Я боюсь, что наши идеи истощаются, Бастиан. У тебя есть идеи? На самом деле, да. Кто-нибудь из вас видел шатер с изображением Солнца над восходом? Нет, почему ты спрашиваешь? Ты думаешь, что ультраоружие спрятано там? Я видел шатер, когда я первый раз получил Гратию. Я почти забыл об этом. Наш разговор освежил мою память изображением Солнца, как вы говорите, Ваше Величество. Я извиняюсь. На континенте, которое благотворило бы Солнце, но это не удивило меня. Бастиан, почему... Почему, что я видела этот шатер своим собственными глазами? Ты видела? Расскажи, Рейна. Это никакая не религия. Просто маленькая секта, боготворящее Солнце. Я видел это несколько лет назад, когда я взяла отпуск и отправилась от Авалона на континент. Серьезно, отпуск от войны. У тебя жизнь полная путешествий, не правда ли, Рейна? Я завидую. Ты сама покинула войска, чтобы стать туристом? Я удивлен твоим решением, мисс. В любом случае, я помню этот замок очень хорошо, потому что я очень боялась войти внутрь. Хорошо, я полагаю, других альтернативностей нет. Давайте проверим, где это место Рейна. Сержи сейчас проходит под контролем Империи, но не так далеко от границы. У нас нет никакого шанса, Рейна, чтобы попасть туда. Ты уверен, Бастиан? Что, если мы спровоцируем Империю? Если мы найдем это оружие, мы сможем тогда все контролировать. Сейчас, вперед! Ну да, Империя-то, кстати, большая. Это определяла храм, который я видел во сне. Кто стрелок здесь внутрь, я знаю это. Отец, я сделал это. Наконец-то, ваше высочество, наконец вы сможете восстановить справду. Слава у королевства и уничтожить Империю навсегда. Я могу отплатить за смерть Алугарда. Слушай, эти люди! Прибыла, и они не выглядят особо радостными. Наоборот, озлобленными, я бы сказал. Они уже нашли нас? У них, наверное, шпион по всей границе. Как всегда, чутье Империи выборе момента изящно, ужасно. Мы прикроем вас, пока вы не найдете стрелка и не заставите его работать. А что, если около стрелка там нет? И что, если солдат Империи будет больше, чем вас? Торопитесь, Бастиан, сейчас не время, чтобы сомневаться. Сейчас время действовать. Кроме того, я планировал... Я не планировал умереть сегодня, защищая вас. Девлин. Возможно, ваше височество, но я соглашусь с Девлином. Действуйте стремительно и решительно. Идите, Бастиан! Я всегда хотел увидеть, что такое это стрелок. Этот момент, к которому вас подготовил Лоугард, Бастиан. Не подведите его. Хорошо, я войду внутрь. Осторожнее и делитесь честью. Я присоединюсь к вам, как только смогу. Мог бы и побежать. Наши атаки будут разбиты, прежде чем мы даже заберемся внутрь них. Стало Бастину уйти и Зейра вкинул позитива. Так, что же, на этом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам что-то интересно. Можете даже где-нибудь что-нибудь черкануть. Скорее всего, такие места существуют. И всем пока-пока!